Афанасий Афанасий, митрополит Лимассольский, Кипрская Православная Церковь. Выпускник Богословского факультета Фессалоникийского университета. 12 лет подвязался на Святой горе Афон, ученик старца Паисия Святогорца. В 1999 году избран и возведен на Лимассольскую кафедру. Широко известен в православном мире своими беседами и проповедями. Тема, которая была мне предложена, это монашеская традиция и современные монастыри. Вначале мы должны уточнить, что мы подразумеваем, когда говорим монашеская традиция. Можно сказать, что каждая поместная православная церковь и Святая горе Афон имеют свои местные традиции, которые касаются как пастырской, так и особо монашеской сферы. Однако значения и смысл монашеской традиции для всех являются одинаковыми. Само слово «предание» в греческом языке означает нечто, что мы принимаем и передаем следующее. Это слово происходит от глагола, означающего «беру от одного и передаю другому». Таким образом, «предание», то есть передавание монашеских традиций с поколения в поколение, является передачей искусства обожения человека. Известно, что преподобные отцы различают три формы, три ступени духовной жизни – очищение, просвещение и обожение. И цель каждого человека, особенно же монаха, состоит в том, чтобы пройти все эти три ступени и стать достойным того, чтобы Христос снизошел к нему и вселился в него. Иными словами, достичь состояния Божьего, стать единым по образу и подобию с Богом, чтобы вся жизнь была похожа на жизнь Христа. Но поскольку каждый человек уникален и неповторим, и нет никого, кто бы был, можно сказать, клоном другого человека, то и путь очищения, просвещения и обожения у каждого свой, уникальный. Поэтому и святые отцы нашей Церкви придавали большое значение сохранению личного настроя каждого человека, который встал на этот путь. И каноны монашеской жизни, несмотря на то, что они затрагивают общие темы, относящиеся к монашеству, тем не менее составлены так, что при каждом удобном случае они дают духовному наставнику возможность руководить душою, преданной в его руки особенным, неповторимым образом, с тем, чтобы не умалять уникальность человеческой личности. Поэтому и монашеская жизнь не может основываться только на формальных законоположениях, написанных в книгах, или на изучении монашеских правил без присутствия живого духовного наставника, водителя, который бы с рассуждением применительно к каждому человеку помог ему шествовать путем обожения. И в вашей традиции, и в традиции других церквей, везде монашество — это в первую очередь институт, основанный на духовном водительстве, или, как мы привыкли говорить, старчестве. Этот институт составляет сущность и практической стороны монашества. Иными словами, монашество без духовного наставника, без старца, просто не существует. Мы можем сообразовать свою жизнь с церковными каноническими монашескими уставами, можем написать еще тысячи новых правил и канонов, но жизнь внутри этого тела, тело монашеской традиции, возможно только если в ней присутствует духовный отец, духовный наставник. Я, благодаря своему возрасту, успел пожить на Святой Афонской горе в то время, когда Афон переживал большой упадок, когда не хватало монашествующих, и многие даже решили, что Святой горе Афон пришел конец. Но затем, божественным промыслом и молитвами Пресвятой Богородицы, за малое количество лет Святая гора наполнилась многими новыми молодыми монахами. Если подходить к этому с человеческой точки зрения, можно прийти к выводу, что возрождение Святой горы, помимо, разумеется, промысла Божия и забот Пресвятой Богородицы, стало возможным только благодаря тому, что на Афоне были богодухновенные и опытные старцы, наставники монашеской жизни. Я думаю, что вы о них слышали, а мы не только слышали, но и имели личный опыт общения и жили с этими современными подвижниками, современными святыми Афонской горы. Я имею в виду старца Паисия Святогорца, старца Ефрема Катунакского, старца Порфирия Кавса Калевита и более ранних, таких как старец Иосиф Исихаст. Невозможно перечислить всех великих подвижников. Некоторые из них живы до сих пор. Эти люди, не имеющие, как правило, светского образования, тем не менее смогли представить миру истинный смысл и значение монашества. Они открыли нам, что действительно человек может стать истинным чадом, Сыном Божиим. Своей святой жизнью они показали нам, что все, о чем говорит Спаситель в Евангелии, все, что Он обещал нам, все, что мы читаем в житиях святых, может стать реальностью, может происходить в наши дни. Вот что означает монашеское предание, традиция, учение и соподвижничество Духовного Отца со своими учениками, со своими послушниками до того момента, пока Христос не вселится в них и не преобразит их жизнь. Вот это присутствие преподобных блаженных старцев является непременным условием для того, чтобы запечатлеть истинность и непреложность монашеской традиции, ибо святость — сокровище монашеского жительства. Но есть и другая составляющая. Духовные чада этих монахов — современные люди, дети интернета, фейсбука, дети Кока-Кола. Эти люди вдруг сегодня приходят к монашеству, и старцы, отцы святые, действительно могут влить новое вино в их ветхие мехи. Это вино всегда новое, всегда молодое, потому что Христос всегда один и тот же, несмотря на различия эпох. Он тот же в каждую эпоху. И также, несмотря на различия эпох и времени, сущность монашества, сущность монашеской жизни остается неизменной и в прошлом, и в настоящем. Это таинство. Отношения между старцем и учеником составляют некое таинство, потому что между ними рождается особая духовная связь, потому что Отец не случайно Отец. Он духовно рождает духовное чадо. Для нас, отцы, это символы и точка отсчета вследования предания. Есть интересная надпись на иконе преподобного Афанасия Афонского Ктитора, основателя Великой Лаврины, Святой Горе Афон. «Если хотите называть меня Отцом, подражайте моим словам и моей жизни, и моим деяниям». Поэтому мы призваны подражать жизнь, словам, всему, чему научили нас наши святые отцы-наставники. Только таким образом нам дается право говорить то, что мы повторяем часто в Церкви, молитвами святых Отец наших. И, как вы знаете, призвание молитвы наших отцов – это то, что нас хранит на каждом шагу нашей жизни. И в заключение я хотел бы обратиться к одному слову наших святых отцов, моего преснопамятного старца, который всегда говорил, «Многие святые ставили многие условия для прохождения монашеской жизни, но в моей душе одно нашло благодатную почву для исполнения». Когда некто задает вопрос «Кто есть совершенный монах?», отвечает ему Алва. «Истинный монах тот, который не имеет ничего в этом мире, кроме одного только Христа». Я думаю, что эти слова лучше всего выражают сущность монашества и характеризуют монашескую традицию. Продолжение следует...